Всем привет! На этом уроке мы расскажем о том, как работают и запускаются мини-приложения, что такое параметры запуска, что значит авторизация запросов к серверу мини-приложения и какие есть рекомендации и требования безопасности. Работу мини-приложения упрощенно можно представить в виде следующей схемы. На странице ВКонтакте в браузере или мобильном приложении ВКонтакте есть iFrame или WebView, куда загружается фронтенд мини-приложения. Обычно это Single Page Application на React, который использует VK Bridge для взаимодействия с платформой VK MiniApps. Фронтенд мини-приложения может взаимодействовать со своим бэкэндом или взаимодействовать с API ВКонтакте через отправку событий в VK Bridge. Бэкэнд мини-приложения может взаимодействовать с API ВКонтакте. Эта схема очень сильно упрощена, но для нашего урока она подходит лучше всего. Как я говорил, на этом уроке мы рассмотрим авторизацию запросов, которые фронтенд мини-приложения отправляет своему серверу. При обработке этих запросов важно понимать, от кого из пользователей поступил запрос, ведь с приложением одновременно могут работать разные люди, и удостовериться, что запрос пришел от достоверного источника, что злоумышленник не попытался подменить данные, например. Разобраться с этими вопросами помогает процедура, которую мы называем авторизацией запросов. Для авторизации используются параметры запуска, то есть значения, которые платформа отправляет мини-приложению при старте. Получить эти параметры можно двумя способами. Получить их из URL-мини-приложения при запуске. Для этого можно обратиться к Windows Location Search, либо вызвать события vk-webapp-get-launch-params в библиотеке vk-bridge. Примеры параметров запуска, которые были переданы в URL, приведены на слайде. Как вы видите, параметров много. Платформа может не передавать некоторые из них, если они совпадают со значениями, указанными по умолчанию. Я хочу обратить ваше внимание на следующие параметры. vk-user-id – идентификатор пользователя, который запустил приложение. vk-or-notifications-enabled – сообщает о разрешении пользователя отправлять ему уведомления от приложения. vk-платформ – платформа, на которой приложение запущено. Десктопная или мобильная версия сайта, или мобильное приложение ВКонтакте для Android и iOS. Логика работы и внешний вид приложения могут зависеть от платформы. Библиотека VKUI, например, на основе этого параметра выбирает нужные компоненты для отрисовки экранов. Sign и VKTS – подпись параметров запуска и время формирования подписи. Эти два параметра важны для проверки подлинности передаваемых данных. Мы расскажем об этом позднее. Для получения полной информации о параметрах, я рекомендую вам обратиться к документации. Ссылка есть в описании видео. Следует помнить, что платформа развивается, и в будущем могут появиться новые параметры, а какие-то существующие перестанут поддерживаться. Для авторизации запросов надо использовать актуальные параметры. Если параметры были сгенерированы более часа назад, то мы рекомендуем запросить их заново с помощью события VKVBup.getLaunchParamse. Для проверки времени параметров используется значение VKTS. Его можно сравнить с текущим временем и узнать разницу. Мы предлагаем передавать строку параметров, включая подпись, в заголовках штепи запросов. Другие способы повышают риск утечки данных. Для авторизации пользователя на бэкэнде мини-приложения необходимо получить параметры запуска и передать их в запросе на сервер. Закодируйте строку параметров в виде BSH4 строки перед тем, как добавлять ее в заголовок запроса. Не забудьте настроить отдачу корс заголовков на сервере мини-приложения, иначе браузер не пропустит запросы. Для этого нужно отдавать заголовок access control allow origin, в котором указан домен, где размещен ваш фронтенд мини-приложение. Если вы используете хостинг статики, то при каждом процессе разворачивания у вас будет меняться хэш в ссылке, он выделен жирным на слайде. Чтобы каждый раз вы ее не меняли в заголовках, можно использовать регулярные выражения в конфигурации веб-сервера. К полученной BSH4 строке мы добавим префикс vk и включим ее в заголовок authorization, отправляемого запроса. На сервере мини-приложения мы отбрасываем префикс и декодируем BSH4 строку, берем значения из нее и сохраняем их в массив. Используем только параметры, чьи имена начинаются с vk нижнее подчеркивание. Получившийся массив снова представляем в виде URL строки и сформируем хэш США256 на основе полученной строки и защищенного ключа мини-приложения из админки. Защищенный ключ можно получить в админке мини-приложения. Получившиеся значения надо сравнить с параметром запуска sign. Если они равны, то данные достоверны. Не забудьте проверить время формирования подписи в параметре vk.ts. Если с этого момента прошло более часа, то мы рекомендуем не обрабатывать запросы, а вернуть, например, ошибку со статусом 401. Когда фронтенд ее получит, то должен запросить параметры заново, вызвав событие vk.webup.getlaunch.params, сформировать авторизейшн заголовок и отправить запрос повторно. На этом все. Давайте подведем итоги. На этом уроке мы узнали о параметрах запуска и научились использовать их для проверки достоверности передаваемых данных запросов на стороне сервера. Также обсудили требования безопасности. Ждем вас на следующем уроке, на котором мы поговорим об особенности подготовки мини-приложения к работе на iOS.